так ребята доброе утро добрый день сегодня среда у меня как бы выходной вот здесь отель блин место офигенное пока мне там ищут машину меня послали в отель ну единственно оплачу я сам но мне деньги верну блин здесь хозяйки ферма нее лошади вон там видите они сейчас поедут кататься на лошадях офигеть я тоже поехал бы на лошадь если бы мне позволили я правда не умею но потом покажу вам домик но это офигенно красиво потом по потом по поближе покажу стоит 41 евро без завтрака ничего я запас еду так что покушаю сам будем ждать звонка когда найдут машину то есть у меня тоже выходной день получается без зарплаты да тихо спокойно красиво я один в таком номере буду жить офигеть они поедут наверное кататься я так понимаю лошадки классно не на телеге поедут что ли телегу было запрягать там еще две так две собаки есть такие добрые супер он он смотри бегут бегут лошадки видите бегут бегут маме наверно 3 3 3 3 3 3 офигеть на поближе подойти жеребенок у них блин два же ребенком говорит не ухаживают не ухаживают не до методов Запрягает. Такая вот территория. Несколько номеров. Кто-то живет, может кто-то посмотрите там живет, какая-то женщина, здесь такая территория нон-смокинг area, летом наверное здесь вообще прекрасная погода, а сейчас ребята посмотрим мой номер, в таком стиле ростика, а здесь кто-то живет еще, вот мой номер здесь находится, а что это такое, два с половиной евро стоит бутылочка вина, не болит голова. Большой, ты хочешь, может закрываться, холодильник, не знаю, работа не работает, кофемашина вот эта, можешь здесь сделать чай, можешь здесь сделать чай, или кофе, здесь все есть, стойч, кружки, телевизор, что здесь она показывала, не показывала, здесь просто что-то закрыто. Написано, не курить в номере, вот в таком стиле все на данный момент. О, здесь показали мне, здесь тоже выход еще, наверное, какой-то один есть. Ну да, можно выходить аварийный типа. Душ, туалет, душ, ребята, блин, офигеть. А где свет включается, выключается? Или я где-то включил? Сам включаете, что ли? Интересно, как он выключается. А, нет, горит. Где-то должен быть выключатель. О, положим пока сюда все, компьютер. Тарелочки, вилочки. По-моему, сказал, где-то здесь. Ключики, а, вот ключи от комнаты, да. Ну и комната такая, спальня. Я не знаю, офигеть, вот моя кровать, вот мой шкаф. Ух. В таком стиле все интересно сделано. Это дерево, блин. Вот так-то, ребята, блин. Я буду ночевать в таких апартаментах. Что-то такое. Да, я помню, плита. Если хочешь готовить. Это на холодильнике. Только он, по-моему, отлучен. Можно включить розетку, наверное. Пилы специально опроветривают. Такое все мощное. Ладно, будем располагаться. А, вот, наверное, выключение. Нет. Будем располагаться, чтобы как-то включить, выключить свет. Должен же быть выключатель, правильно? Не может же он всю ночь гореть? Где-то должен быть выключатель. Может там, центральный? Ну, не может быть. Сейчас посмотрим. У меня выключатель здесь. Блин, оно мне не показалось, где выключатель находится. Действительно, как выключать свет в душе? Будем искать. Ладно, надо что-то перекусить и пойти на прогулочку. Она разрешила гулять. Книга. Книга отзывов. Напишем тоже что-нибудь. И реально, где свет включается? Где-то сбоку? Детектор. Блин, ну что-то я не нашел пока еще. Ладно, определимся. Найдем. Ребятки, вот там лошади пасутся. Итак, доброе утро. Уже даже день. Четверг сегодня. Одиннадцатая. Ой, десятое ноября. Да, десятое ноября. В итоге получается так, что я поеду домой. Ну и нормально. Потому что на той фирме, куда я приехал, куда мне бы хотели перевезти, поскольку там у нас машин оказывается нету работ на тенте, а на облокинг флора хотят, чтобы поработали голландцы. Короче, грубо говоря, меня лишили машины. Ну все нормально, просто предложили поехать, потому что у Мартайна в FME только через неделю будет работа, а здесь не получилось. Здесь нужно на контейнера, а у меня экспориенс на контейнера нету, а через, на простые тенты будет работать только через, ну на следующей неделе. Ну, зачем мне ждать эту неделю, лучше поеду домой и отдохну. Вот, и что еще. Ну там много чего надо на контейнера, помимо экспориенса. Нужно еще какие-то карточки там портовые делать, то есть все равно ждать, то есть бесплатно. Зачем мне нужно жить в гостинице, тратить на себя деньги, лучше домой поеду и съезжу по делам, куда мне надо было. Так, что еще. Поэтому по работе все нормально. Так что, ну сделаю сейчас, раньше поеду, раньше вернусь. Так что все в порядке. Совершенно реально вот не расстроен. Единственное такое неудобство, что хотел к определенной дате там подзаработать, чтобы были побольше денежек, скажем, чтобы есть. Поехать и делать свои дела. Ну, видно, судьба так сложилась, что нужно сейчас ехать. Ну, ничего страшного, заказал билет сейчас на ферри, на завтрашний день. Потому что сегодня почему-то с травой Мондо не идут. И в субботу не идут. Как-то странно у них там с расписанием. Позвонил, по бронированию нет проблем, можно отказаться. Там за 24 часа все денежки возвращают. Битёк тоже решил не ехать со мной 12 декабря. Он поедет. Оставить ему только на обратный билет на 12 января. Вот. Как бы, как бы вот так. А может быть, я тоже еще на 12 января оставлю. В обратную сторону. Да нет, зачем мне в обратную сторону оставлять на 12 января. Если я уже приеду, я приеду точно там на месяц, ой, на два с половиной месяца работать. Вот. Ну что, по гостинице. Померз я. Только утром обнаружил, где можно крутить термометр. Стоял в 18 градусов. Ничего, там нашел шкафу. Блин, еще одно одеяло. Поспал под двумя одеялами. Так что в порядке. Ну что, сейчас у меня там 370 километров. Надо проехать до травика. Там где-нибудь тоже сниму гостиницу. Рядом, ну там рядом же. Надо заправиться, да, чуть-чуть. Литров 23. Тридцать. Чтобы не тратить эти деньги наличные. Хотя у меня все равно карточка Неста дома. Ну посмотрю, где дороже топливо. В Латвии или в Германии. Вот. И сейчас поеду уже в сторону. Кстати, позавтракал. Завтрак был не на 10 евро, но сытный. Поел хорошо там. Каши не было. Были йогурты, яйцо. Что там еще было? Круассаны. Свежеиспеченные. Вкусные, кстати. Хлебушек. Сыр. Колбаса. Так вот, чисто ко мне в номер принесла. Хозяйка. Ну, все в порядке. Вообще место очень хорошее. Замечательное. Блин. Может быть лошадку арендовать и покататься на тележке. Двоем. Две персоны 35 евро. Велосипеды, по-моему, 7 евро стоит на один день. На два дня там еще дешевле. На три дня еще дешевле. Такие вот дела. Ладно. Поеду теперь уже своим ходом. Потом на паромчик. Бардак, конечно, в машине. Наташа еще не сообщал. Но она примерно предполагает, что я поеду домой. Такие вот пироги, ребята. Ну, все. Поеду. Потом уже что-нибудь расскажу. Главное, поймите, ребята, что я вот, например, нисколько не переживаю, что я вот работал пять недель. Просто не хочется ехать через Польшу. Если надо будет новый, заключать договор с другой компанией от FME, тогда лучше сюда. Приеду напрямую в эту фирму, к Ренни. И заключить с ним договор. Потому что, ну, одно дело ехать Рига, Польша. Потом сюда в Голландию. Другое дело идти на паром Трабымунда. И уже с Трабымунда ехать сюда. 370 километров или 2000 почти. Разница есть. Так, ну ладно, сейчас поедем заправимся. И рванем. И рванем. Хотел, думал, к Марату заскочить в Дюссельдорф. Но это другая сторона и слишком большой круг получается. Мне так не годится. Ну что, ребята. Доброе утро. Пятница у нас сегодня. Моя машина припаркована. Стою я в таком интересном месте. Отельчик такой. В районе кухницы. Недалеко от базы Хестеркампа. Такие вот коттеджики двухэтажные. Я даже не знаю сколько они стоят. Там рецепшн. Там в том домике на втором этаже туалет. Душевая. Там тоже номера. Там 40 номеров. Такое ощущение, что здесь живут какие-то гастарбайтеры. Или даже беженцы. Много есть украинские машины. Сейчас мало было. Ночью полная стоянка. Но все это ерунда. Так. Хочу вам показать другое. Где я начинал. Блин, офигенно. Первый раз начинал в бочке. Короче, как... Как вот там греческого звали. Не помню. Диоген, по-моему, в бочке жил. Так я вот тоже в такой вот, ребята, бочке жил. Офигеть, блин. Классно, блин. Блин, такая маленькая. Но, блин, двухместная. Вот тут пустая. Видите? Вот моя бочка. Блин, офигенно. Вон еще тут три бочки таких. Я смотрю. Ну, вообще, место отличное, блин. И знаете, сколько стоит? 22 евро всего лишь стоит. Такая бочка на ночь. Ну, офигенно. А что еще надо, блин? Нафиг мне нужны эти палаты, в которых я ночевал прошлую ночь. О! Здесь место для пикников. Здесь, наверное, блин, фиг тут места есть. Ну, какая-то... Вот тут, наверное, бар, кафе. В рецепшене тоже бар есть. Там можно и бильярд играть. Тут живут, по-моему, такой вот там. Наверху вот здесь стекло. Там, блин, по-моему, целая куча их живет. Человек, наверное, 10. По шуму, который был вечером. Вот. Ну, и вот еще вот такие вот коттеджи. Тут и немецкие машины есть. Вот. Моя бочка. Ёлки-палки. Нам ближе этот самый, да? Помните, сказка о царе Салтане, сыне Гведоне. Вот я вот тут ночевал. Один. Можно двоем даже устроиться, я так думаю. Ну, тут никто не проверял бы. Можно двоем было приехать, блин, и спокойно жить. Никто бы ничего не сказал. Потому что кровать пустая, я только использовал подушку. Ну, как всегда, у меня компьютер. Как обычно. Вот. Ну, все в порядке. Сейчас и выезд, кстати, здесь в 11 часов. Надеюсь, до 11. Может быть, не сохранится видео, а может, сохранится. Поеду, я езжу в Лидл, закуплюсь. Потом заеду в Tax-Free магазин, куплю там. Наверное, домой чего-нибудь там. Вина, пивка, может быть, возьму. О! И поедем домой на пароме, ребята. Короче, такая ситуация, как я и говорил, что не хочу я ждать, тусоваться. И да, я устал я вот с этим напряжением, которое было. Договорили, что я поеду на 2-3-4 недели домой, и потом, когда будет реальная работа, меня вызовут, и я поеду работать. Вот так. Тогда я уже поеду точно на 10-12 недель работать. И все будет в порядке. Надо будет поработать, заработать деньги уже. Так что вот так, ребята. Ну что, уже дальше я сегодня снимать не буду. Сегодня, потому что в планах говорю в магазин. Потом регистрация на паром. И паром, кстати, четырехместная каюта. Я отозвал билет. У меня был флекс из парома, который идет 12 декабря без процентов. Оказалось, что обратно из Лепы на 12 января я заказал почему-то эконом. Как-то я что-то перепутал. Пожалел 10 евро. И там, чтобы мой билет снять один, Витике оставить, а мой снять, я потеряю 100 евро. Я говорю, блин, билет стоит 136 евро. Я 100 евро теряю. Когда я решил оставить его, этот билет пока мало ли может пригодится. Ну, либо кому-нибудь продам его. Подам объявление, что есть билет за такие суммы. Местная каюта с окном. Потому что наверняка на то время уже не будет билетов. Так что вот так. Ну и заказал здесь тоже флекси билет. Надо еще, кстати, посмотреть билеты. Какие тут есть билеты на декабрь месяц. Можно будет купить тогда по флекси. Флекси выгоднее, ребята. Вам сразу возвращают деньги. Ну, не сразу в течение пяти дней. Без всяких процентов. А вы в итоге платите только 10 евро сверху. Какая-то вот такая ситуация. Ладно, ребятки. Не думайте, что я расстроен. Совершенно не расстроен. Будем начать работать на другой фирме через FME. Или через вот это, которое мне порекомендовали. Куда я поехал, в принципе. Как в командировку. Где оказалось, что там на контейнере были люди. Ну, фиг знает. Может быть, это было так и задумано. Я не знаю. Не хочу вдавать подробности. Главное, что я иду домой. Жив-здоров. Все в порядке. Пять недель отработал. Денышков заработал. Чего вам всем желаю. Ну, ладно, ребята. Берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok